Более 200 беженцев с Луганской и Донецкой народных республик размещены на территории округа в лагере «Родник». Это женщины и дети. Для них там созданы все условия. Сейчас им постоянно помогают, а также стараются хоть как-то отвлечь от происходящего, порадовать и уделить внимание. Накануне 8 марта всех женщин, девушек и девочек, проживающих в «Роднике», Пушкинское отделение партии «Единая Россия» поздравило с праздником. Лично от Максима Валерьевича Красноцветова, секретаря местного отделения партии «Единая Россия», им передали сегодня поздравления, также им передали цветы, выручили и поздравили с днем рождения сегодняшних именинников. Сегодня день рождения, в один день у мамы и дочки. Задули свечки, догадали желание. Мы все понимаем, какое это желание было, мирное небо над главой. И я очень надеюсь, что в ближайшее время это желание исполнится. Помимо цветов и сладких угощений, передали еще и гуманитарную помощь. Ее сбор организован в офисе Пушкинского отделения партии. Также для детей передали для учебы канцелярские принадлежности, собранные неравнодушными жителями муниципалитета, которые хотят оказать поддержку беженцам. Напомним, в школу округа пошли 64 ребенка. Для них организовали транспорт до образовательного учреждения и обеспечили горячим питанием на протяжении всего учебного процесса. А для детей дошкольного возраста проводят занятия с педагогическими работниками дошкольных образований учреждений округа в самом лагере. Сейчас важно, чтобы беженцы не просто чувствовали себя в безопасности, но и как можно скорее были социализированы. Затем только поклонникам всем. Всем россиянам. Всем. А за Путина мы молимся, а уже верующий человек. А как здесь все будет? Пуков очень хорошо. Все люди такие добрые. Столовые очень хорошо кормят. Ну, в общем, не сто слез, понимаете? Такое внимание. Спасибо всем. Евгения Коломец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова